В 1820 году гигантский кашелот, он же зубастый кит, протаранил американское китобойное судно «Эссекс» в южной части Тихого океана. Это был первый случай в истории Америки, когда китобойное судно подверглось нападению со стороны своей жертвы, что оказалось продуманной атакой. И когда судно затонуло, экипажу предстояло принять мучительное решение – либо направиться к ближайшей суше, либо попытаться пересечь Тихий океан на грибных лодках. То, что последовало за этим, стало для экипажа «Эссекса» ужасающим испытанием на выживание, которое позже вдохновило Германа Мелвилла написать свою классическую морскую повесть «Моби Дик». Сегодня предлагаю вам послушать реальную историю того, что произошло на самом деле с командой «Эссекса». Итак, по мере того, как Америка переживала промышленную революцию XIX века, китовая продукция становилась бесценным товаром. Китовый жир использовался для изготовления свечей и масла, которым нагревали лампы и смазывали механизмы. Китовую кость также добывали для изготовления рёбер в женских корсетах, зонтиках и нижних юбках. Таким образом, китобойный промысел был процветающей отраслью американской промышленности, особенно в Новой Англии. Стоит также добавить, что к концу 1930-х годов от промыслов китобоев ежегодно погибало более 50 тысяч китов. Перед своим последним плаванием «Эссекс» имел довольно хорошую репутацию. Это было старое китобойное судно водоизмещением в 238 тонн и длиной 27 метров. Он был оснащён пятью отдельными вельботами, то есть лодками, каждый из которых был примерно 8,5 метров в длину. Конструкция лодок была ненадёжной, но обеспечивала высокую скорость передвижения. Походы «Эссекса» приносили прибыль, за что судно прозвали «Счастливчиком». Именно это вселило в 29-летнего капитана Джорджа Полларда-младшего, одного из самых молодых капитанов китобойного судна в истории. Уверенность в том, что его путешествие будет удачным во всех отношениях. 12 августа 1819 года он и его команда отплыли на поиски китов из Нантакита, острова в Атлантическом океане, входящего в состав штата Массачусетс. Однако «Эссекс» с самого начала казался обречённым. Всего через два дня после отплытия «Шквал» едва не потопил судно в «Гольфстриме». Несмотря на то, что «Шторм» повредил две из пяти лодок, которые они использовали для охоты на китов, Поллард продолжал двигаться вперёд, не тратя время на ремонт. К декабрю 1819 года «Эссекс» добрался до мыса Горн, где застрял на пять недель из-за штормовой погоды. Среди команды пошли разговоры о том, что неприятности в начале похода являются недобрым знаком. Впрочем, капитан Поллард сумел погасить недовольство среди членов экипажа. В конце концов, «Эссекс» благополучно пришёл в район промысла, и прежние разговоры о возможных бедствиях остались позади. Промысел шёл неплохо, но ресурсы данного района явно подходили к концу. В этот момент «Эссекс» повстречал другое китобойное судно, экипаж которого поведал о новой открытой области для лова, известной как «Морская земля». Капитан Поллард задумался. Указанный район располагался на юге Тихого океана на удалении более четырёх с половиной тысяч километров от места, где они находились. Кроме того, по слухам, местные острова были населены дикарями-людоедами. В итоге капитан Эссекса решает, что игра стоит свеч и направляется к морской земле. Но прежде Поллард заходит в эквадорский порт Атакамес, чтобы пополнить запасы воды и провизии. Капитан принял решение также зайти на Галапаготские острова, чтобы наловить там гигантских черепах. Это была распространённая практика того времени. Черепахи могли прожить на судне без пищи и воды целый год, что превращало их в идеальный источник мясных припасов. На острове Чарльз, он же Санта-Мария, моряки наловили около трёхсот черепах. И наловили бы больше, но тут произошёл неприятный инцидент. Пока экипаж охотился, один из моряков Томас Чапелл разжёг костёр в лесу, который быстро вышел из-под контроля. Разразился страшный пожар. В итоге команда быстро покинула остров, который позже сгорел дотла. Однако самое большая угроза для Эссекса была впереди. Через год после начала путешествия судно и его команда столкнулись лицом к лицу с огромным зубастым китом в пустынных водах южной части Тихого океана. Китобойный промысел был нелёгким предприятием, поскольку кошелоты могли весить до 60 тонн. Китобои группами отправлялись с главного корабля на небольших лодках, с которых они пытались загарпунить кита и заколоть его насмерть пикой. По крайней мере, команда на борту Эссекса находилась на главном судне, когда на них напал кошелот. Оуэн Чейз, первый помощник капитана на Эссексе, первым увидел кита. При длине в 26 метров он был ненормально большим даже для самца кошелота, что делало его ещё более пугающим, когда он устремился прямо на корабль. Сообщается, что кит был покрыт шрамами и некоторое время плавал недалеко от корабля, наблюдая за ним. Через какое-то время, выпустив в воздух несколько предупредительных струй воды, кит устремился к судну. «Я обернулся и увидел его примерно в 500 метрах, прямо перед нами, с жаждой мести во всём своём облике, приближающегося с огромной скоростью около 24 узлов. Его голова примерно наполовину высунулась из воды, и таким образом он налетел на нас и ударился о корабль. «Я отчётливо видел, как он сжимал челюсти, словно обезумев от ярости», — писал Оуэн Чейз в своём рассказе «Крушение китобойного судна Эссекс». Наконец кит отступил, и команда бросилась латать дыру, которую зверь пробил с собой в корабле. Но, согласно рассказу Чейза, атака на этом не закончилась. «Вот он! Он снова направляется к нам!» — раздался крик. Чейз увидел кошелота, который вновь плыл к носу корабля. После этого столкновения существо уплыло и исчезло. Эта атака считается первым достоверно подтверждённым случаем нападения кита на китобойное судно. По сей день никто не знает, почему кошелот напал на судно. Натаниэль Филбрик, автор книги «В сердце моря», предположил, что агрессия кита, вероятно, не была случайной. Он считает, что частота, с которой команда прибивала под водой новую доску на корабле, пробудила любопытство существа. После нападения корабль «Эссекс» начал набирать воду. Люди сложили припасы в свои грибные лодки и быстро покинули китобойное судно. «Эссекс» ушёл на дно. В трёх лодках оказались 20 моряков, успевших перегрузить с корабля около 270 килограммов галет, несколько черепах и 750 литров воды, а также мушкет, немного пороха, около килограмма шлюпочных гвоздей и другие инструменты. Теперь они оказались перед ужасным выбором. Капитан предложил им плыть к ближайшей земле, которой были маркизские острова, расположенные более чем в тысячи милях от них. Но команда отказалась, заявив, что острова кишат каннибалами. На сей раз Поллард не решился спорить и уступил. Было принято решение достичь побережья Южной Америки, для чего из-за особенностей ветров в этом районе необходимо было в общей сложности пройти около 5000 километров. Соорудив на своих лодках подобие мачты парусов, а также с помощью досок, подняв высоту бортов для защиты от вол, китобои отправились в путь. Провизия, находившаяся на лодках, была повреждена забортной водой, которая попадала внутрь во время сильного волнения. Пропитавшиеся соленой водой продукты все же ели, но это только усиливало жажду, что в условиях ограниченного запаса пресной воды превращалась в неразрешимую проблему. И неделю за неделей люди ели просоленные продукты, полоща рот морской водой и употребляя собственную мочу. Вильботы, уже получившие ранее повреждения, а также не предназначенные для длительного плавания в принципе, постоянно давали течи. Страдая от жажды, моряки вынуждены были периодически ремонтировать их. Казалось, что до первых смертей от жажды оставались буквально считанные часы, когда люди заметили землю. Это оказался необитаемый остров Хендерсона, входивший в архипелаг Питкарн. Буквально в 192 километрах на юго-запад находился другой остров Питкарн, на котором жили последние участники мятежа на Баунти и где потерпевшие бедствия получили бы помощь. Но им не повезло в очередной раз. Зато им удалось найти источник пресной воды. Что касается пищи, то на острове были птицы, яйца и крабы. Однако всего за неделю своего пребывания два десятка измученных голодом мужчин серьезно сократили запас того, что можно было употребить в пищу на этом клочке земли. И вновь встал вопрос, что делать дальше? Большинство решило, что оставаться нельзя и необходимо плыть. Однако три члена экипажа, Томас Чаппелл, Сэт Уикс и Уильям Райт приняли решение остаться на острове, полагая, что так у них будет больше шансов на спасение. Будущее показало, что эта тройка сделала не самый худший выбор. 26 декабря 1820 года три лодки отплыли от Хендерсона в направлении острова Пасхи. Запасы, добытые там, очень быстро подошли к концу, а нестихающий ветер гнал их мимо намеченной цели. В итоге решено было попытаться достичь острова Мас-Атьерра, входящего в архипелаг Хуан Фернандес. Именно на этом острове был высажен прототип Робинзона Круза, шотландский пират Александр Селькерк, который прожил на нем 4 года и 4 месяца в полном одиночестве. Но достичь и этого острова для экипажа Эссекса оказалась нереальной целью. Начиналась самая страшная часть их злоключений. 10 января 1821 года от голода и жажды умер второй помощник капитана Мэтью Джой. Его тело зашили в мешок, сделанный из его же одежды, привязали груз и отправили на дно океана. В ночь на 12 января во время сильного шквала лодки разбросало на большое расстояние друг от друга, и вильбот, где старшим был первый помощник Оуэн Чейз, отделился от других. В этой лодке помимо Чейза оставались еще четверо. Рулевой Бенджамин Лоуренс, матросы Айзек Коул и Ричард Петерсон и юнга Томас Никерсон. 18 января, не вынеся лишений, умер Ричард Петерсон. Его, как и Мэтью Джоя, похоронили в море. В начале февраля на лодке Чейза не осталось вообще никакой еды. Матросы умирали. 8 февраля не стало Айзека Коула, но на сей раз тело не выбросили за борт. Чейз предложил своим товарищам съесть умершего. Моральные мучения длились недолго, и вскоре все трое жадно поглощали человечину. Мужчины отделили конечности от его тела и срезали всю плоть с костей, после чего мы вскрыли тело, вынули оттуда сердце, а затем снова закрыли его. Зашили так прилично, как только смогли и предали его морю, писал в своих воспоминаниях Чейз. На подобном питании они продержались еще неделю, но затем голод снова стал терзать еще живых. Утром 18 февраля юнга Никерсон заявил, что готов умереть. Чейз и Лоуренс, однако, решили не торопить естественный процесс. Как оказалось, они не взяли еще один грех на душу совершенно правильно. Через несколько часов их подобрало британское китобойное судно «Индиан». Через неделю их доставили в чилийский порт Вальпараиса, где троим выжившим оказали всю необходимую помощь. В оставшихся двух лодках запасы провизии кончились, соответственно, 14 и 21 января. В конце января один за другим смерть приняли три чернокожих матроса – Лоусон Томас, Чарльз Шортер и Айзе Шепард. Все три тела были съедены живыми. 28 января умер еще один чернокожий матрос – Сэмюэль Рид, плывший в вельботе капитана Полларда. В следующую ночь две оставшиеся лодки потеряли друг друга в ночной темноте. Фельбот, в котором находились Обет Хендрикс, Джозеф Уэст и Уильям Бонд, пропал навсегда. Считается, что им так и не удалось добраться до суши. Океан стал их братской могилой. Между тем в капитанской лодке съели тело Сэмуэля Рида. Но к началу февраля проблема пищи снова потребовала разрешения. В живых оставались четверо – капитан Джордж Поллард и матросы Чарльз Рамсделл, Барзилай Рей и Оуэн Коффин. 1 февраля было решено тянуть жребий, чтобы решить, кто пожертвует собой, став едой для остальных. Словно предчувствуя, чем все может кончиться, Поллард сначала сопротивлялся предложению тянуть жребий, но затем уступил мнению большинства. В итоге короткую соломинку вытянул его 17-летний двоюродный брат, Оуэн Коффин. Поллард предлагал занять его место, потому что перед отплытием пообещал его матери заботиться о нем. Однако Коффин наотрез отказался от того, чтобы его подменили. Второй жребий указал, что убивать Коффина будет Чарльз Рамсделл. Коффин был застрелен из пистолета в затылок, после чего трое моряков приступили к ужасной трапезе. Выбирать новую жертву не пришлось. 11 февраля умер Борзилай Рей. Съев тело и этого несчастного, оставшиеся в живых капитан и матрос стали поглядывать друг на друга, прикидывая, кто же из них останется в одиночестве. Однако 23 февраля 1821 года на них наткнулось китобойное судно Доффин. 17 марта Полларда и Рамсделла доставили в Вальпараисо. После того, как уцелевшие рассказали о трех своих товарищах, оставшихся на острове Хендерсон, туда направился американский фрегат «Созвездие». 5 апреля 1821 года голодных, измученных, но живых, Чапелла, Уикса и Райта забрали на борт американского судна. Выжившие 8 моряков вернулись в Нантакет. Жуткая история, произошедшая с ними, не изменила их образа жизни. Спустя несколько месяцев они снова вышли в море. Оуэн Чейз много лет ходил в море сначала первым помощником, а потом капитаном. Четыре месяца спустя, после трагедии, он написал свою книгу «Крушение китобойного судна Эссекс». Капитан Джордж Поллард в своей профессии оказался чудовищным неудачником. Выйдя на промысел в начале 1822 года на китобойном судне «Два брата», он снова потерпел крушение. Экипаж был спасен, но Поллард оказался на торговом судне, которое тоже потерпело крушение. Вернувшись домой, Поллард собирался принять под командование новое судно «Йонах». Но его владелец после очередного крушения капитана-неудачника отказался от его услуг. Бывший капитан устроился ночным сторожем в Нантакете, где до конца жизни бродил по улицам и пристаням, в темное время суток следя за порядком. Каждый год 20 ноября, в годовщину столкновения Эссекса с Кашелотом, Поллард напивался в одиночестве, вспоминая о погибших товарищах. Когда Полларду было 60, Герман Мелвилл, только что закончивший Моби Дика, нанес визит бывшему капитану. Поллард ничего не знал о книге, и они ее не обсуждали. Мелвилл так и не сказал Полларду, что его приключения, хотя и не сам его личный образ, вдохновили его на создание романа. Позднее Мелвилл так описывал положение Полларда в Нантакете. «Для жителей острова он был никем. Для меня он был впечатляющей личностью и самым скромным человеком из всех, с кем я когда-либо сталкивался». На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!